Участие Свердловской области в государственных программах Российской Федерации в 2013-2015 годах принесло 55,34 млрд. рублей. Это субсидии и трансферты бюджету Свердловской области, бюджетные инвестиции в рамках федеральных адресных инвестиционных программ, средства фонда, содейству, реформирование ЖКХ и многое другое. Причем приток федеральных инвестиций постоянно нарастает. Свердловской области в 2015 году выделено из федерального бюджета более 24 млрд. рублей. Для сравнения, в 2013-м было чуть больше 14 млрд. в 2014-м – 17 млрд. рублей. Об этом Евгений Куевышев сообщил на встрече с журналистами, которая была посвящена итогам выполнения майских указов президента России Владимира Путина. Вся Свердловская область анализирует и осмысляет перспективы предстоящего года, анализирует то, что сделано. И, конечно, я хотел бы подчеркнуть сегодня, что все ядро нашей социально-экономической жизни, конечно же, сегодня является исполнением майских указов. Евгений Куевышев подчеркнул, что майские указы задали основные ориентиры, перенаправив и сосредоточив финансовые потоки, трудозатраты на конкретных стратегических направлениях. От регионов на местах требовалось главное не сидеть, сложа руки, активно включаться во все федеральные программы. По мнению губернатора, достижение параметра в определенных указах – это основная точка консолидации действий всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной. Все целевые показатели нашли отражение в государственных программах Свердловской области, по каждому майскому указу разработаны дорожные карты. Для наглядной иллюстрации, как влияют майские указы на жизнь региона, Евгений Куевышев привел журналистам несколько примеров. Так, в рамках исполнения указа реализуется программа модернизации и создания новых рабочих мест до 2020 года. Благодаря этому прирост высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области составил более 122 тысяч. К 2020 будет создано 300 тысяч и модернизировано 400 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Осуществляется деятельность по созданию благоприятных условий для старта и ведения бизнеса на территории области. Регистрацию предприятия в Свердловской области можно произвести за 11 дней через многофункциональный центр и единый центр регистрации юридических лиц. На 19 дней быстрее в 2015, чем в 2014 году происходит получение разрешения на строительство. С 23 дней до 18 снижены сроки государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. Для выполнения положений майских указов в Свердловской области реализуется программа масштабных преобразований в бюджетном секторе, предусматривающая постепенный рост заработной платы специалистов образования, культуры, социального обеспечения и здравоохранения. По итогам 9 месяцев этого года размер среднемесячной номинальной заработной платы по экономике региона составил 30 339 рублей, это почти на 5% больше уровня прошлого года. По целому ряду категорий работников бюджетной сферы, рост заработной платы за время реализации майского указа уже составил более чем 2 раза. Так, заработная плата педагогических работников детских садов и учреждений дополнительного образования, а также работников культуры увеличилась в 2,2 раза. По словам Евгения Куйвышева, на особом контроле в регионе находится указ президента о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Во исполнении этого обеспечивается ежегодный набор 130 студентов в медуниверситет. Установлены 8 передвижных ФАПов, в рамках которых организовано лекарственное обеспечение селян и выезды на село врачебных бригад, передвижных флюорографов, мамографов, УЗИ, ЭКГ, мобильных комплексов. На базе 17 ФАПов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек были организованы домовые хозяйства первой помощи. Всего по области было организовано 202 домовых хозяйства. Данная работа будет продолжена до 2020 года. По словам губернатора, достигнуты успехи в области образования. Одним из примеров губернатор привел момент, когда он давал первое интервью в должности губернатора. Буквально первый раз я, по-моему, пришел и задавал один вопрос слушатель. Причем даже первый или второй. Вы тут не рассказывайте нам сказки. Вот вы нам очередь с детскими садами решите, а я потом за любого пойду и буду говорить и рассказывать. Ну и вот с того момента прошло три года. Сегодня 90% проблем с очередями мы сняли. По словам Евгения Куйвышева, постепенно решается вопрос с обеспечением жильем свердловчан. Годовой объем введенного жилья впервые за последние 25 лет превысил отметку в 2 миллиона квадратных метров. Свердловская область вошла в число 12 регионов России, в которых построено 50% всего сданного в России жилья. По итогам последних 9 месяцев в эксплуатацию введено почти 1 миллион 745 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца 2015 за счет всех источников финансирования необходимо обеспечить ввод жилья в объеме 2 миллионов 100 тысяч квадратных метров. Согласно майским указам, Свердловская область включилась в реализацию программы «Жилье для российской семьи». Ее результатом к концу 2017 года должен стать ввод в эксплуатацию 425 тысяч квадратных метров жилья по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. По подсчетам, более 8500 семей смогут приобрести жилье по доступной цене. Успешно ведется работа по переселению людей из аварийного жилья. В общей сложности за время действия всех этих программ в регионе было построено 217 многоквартирных домов, куда переехали свыше 25 тысяч жителей области. Журналисты спросили у губернатора, не придется ли в следующем году сворачивать какие-либо программы из списка майских указов в связи с дефицитом бюджета и непростой ситуацией в экономике. Губернатор подчеркнул, что майские указы – это перечень основных необходимых статей для социально-экономического развития региона. Векторы развития, которые даются президентам, укладываются в стратегию развития региона до 2030 года. Евгений Никуевашев напомнил, что документ разработан с учетом всех ресурсов, включая финансовые и человеческие. Денег в бюджете на социальные программы всегда хватит. Формируя бюджет 2016 года, уже сейчас можно сказать, что отказываться ни от чего не придется. То, что деньги надо тратить эффективнее, совершенно очевидно. Это хоть в период кризисных явлений, хоть в любой другой момент отношение к деньгам должно быть очень рачительное. Если тратиться, то должны они с эффектом, с будущим эффектом. И мы должны четко осмыслять, как та или иная трата, в том числе и бюджетных денег, в первую очередь, принесет, какую принесет пользу для региона, для области, для отдельно взятого человека. В подтверждении своих слов глава региона рассказал, что физические объемы промышленного производства в регионе показывают уверенную положительную динамику. В октябре этого года прирост к уровню сентября составил почти 16%. При этом объемы производства машиностроения только в октябре, только за октябрь месяц выросли почти в два раза за один месяц. И понятно, сегодня есть резон говорить о том, что мы на правильном направлении сегодня, на правильном пути. Мы сегодня должны перейти от таких штучных инвестиционных проектов, комплексной программы, что, собственно, мы и делаем. Евгений Куйвышев подчеркнул, что президент правительства Российской Федерации дали региону необходимые инструменты господдержки. Надо просто работать, активно участвовать во всех госпрограммах, помогать уральским предприятиям укреплять позиции. Губернатор пояснил, что Федеральным фондом развития промышленности принято положительное решение по поддержке проектов четырех свердловских предприятий на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей. В рамках антикризисного плана правительства России промышленные организации региона при содействии отраслевого министерства активно привлекают субсидии на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности. На текущий момент восьми организациям уже перечислено субсидии на общую сумму более 520 миллионов рублей. Он также отметил, что инвестиции будут привлекаться не только в промышленность. Глава региона пообещал не снижать объемы финансирования агропромышленного комплекса в 2016 году. «Задел для развития молочного животного острова. Ну и в связи с тем, что мы показываем нашим аграриям, инвесторам эту тему, у нас сегодня в заделе, мы с вами сидим, 40 объектов молочного животного острова строится. Совсем скоро в этом году мы сдадим в Алапаевске модернизированную ферму. Мы по области и в восточной, и в западной части области сегодня реализуем достаточно ряд серьезных инвестиционных проектов вместе с нашими аграриями при нашей поддержке, безусловно. И те планы, о которых мы договорились и уже находимся в процессе реализации, я вас уверяю, они будут все выполнены». Евгений Куйвышев подчеркнул, что благодаря реализации нацпроекта развития АПК наш агропром получил такой мощный импульс, что сейчас даже на Урале, где не самое благоприятное погодное условие АПК – самый стабильный сектор развития. Сейчас основная задача – развитие животноводческих ферм, овощехранилищ, перерабатывающей промышленности. Журналисты также в ходе пресс-конференции поинтересовались политикой, технопарками и открытием Ельцин-центра в Екатеринбурге. Губернатор подчеркнул, что открытие у нас президентского центра он оценивает как огромную честь для Свердловской области. По его словам, это будет многофункциональный объект, в первую очередь работа которого будет направлена на просвидетельские программы. Это очень важный элемент изучения истории и воспитания. Ну и конечно же это дань уважения к людям, которые вызвалили на себя огромную ответственность за целую страну. Тогда, когда никто не знал, как жить, что делать, куда идти. И конечно же это для нас лично, лично я это расцениваю, как огромная честь, что семья Бориса Николаевича приняла решение строить именно здесь, не в Москве. Результаты реализации майских указов президента Российской Федерации видны и в Артемовском городском округе. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что в нашем муниципалитете существуют лишь проблемы, те его жители, которые внимательно следят за ситуацией, не могут не отмечать позитивных моментов в определенных сферах. Открываются дополнительные точки медицинского обслуживания, готовится к приемке новый детский сад. В полную силу начал работать, а главное быть востребован МФЦ. Конечно можно закрывать глаза на эти успехи и твердить, что всего этого мало, однако нужно понимать, чудес не бывает и любой процесс требует времени, массы усилий и ресурсов. Когда общественность в штыки воспринимает любые начинания, вместо того, чтобы направить свою активность на помощь в реализации того или иного проекта, говорить о быстрых, а главное положительных результатах не приходится. Нужно оглядеться вокруг для того, чтобы понять, проблемы Артемовского городского округа знакомы другим муниципалитетам. У многих из них есть опыт решения этих вопросов, причем в конструктивном ключе, когда власть и общественность, засучив рукава и забыв о раздорах, вместе трудятся на благо своего населенного пункта. Майские указы – это вектор, который задан всей нашей стране, и отказаться от следования ему, занять позицию уникальности, значит только усугубить положение Артемовского городского округа, лишить его, а следовательно, и своих земляков будущего. Субтитры создавал DimaTorzok